«Он взял своё водительское удостоверение и документы на машину и сказал полицейскому, что ещё у него есть лицензия на оружие, и оно у него при себе. А когда он отвлёкся, полицейский выстрелил в него четыре или пять раз, безо всякой причины. Они убили его просто так, на моих глазах и глазах моей дочери. Я требую справедливости и мира». Ужас и отчаяние в словах подруги убитого Филанда Кастиле. В четверг она вела прямое включение в Фейсбуке буквально за несколько минут до того, как полицейские застрелили её друга. Всего за день до этого убийства в Луизиане в Миннесоте при задержании полицейские застрелили ещё одного чернокожего Элтона Стерлинга. Для президента Барака Обамы эти преступления не отдельные случаи, а часть огромной проблемы. «Когда говорят, что нужно ценить жизни темнокожих, это не значит, что не стоит ценить жизни других. Это значит, что речь идёт о ценности любой жизни. Но факты говорят о том, что в подобных случаях темнокожие более уязвимы». С 2014-го последнее убийство в Луизиане стало уже шестым по счёту. Всякий раз такие убийства темнокожих полицейскими становились причиной массовых протестов в США. «Произошло бы такое, если бы водитель был белым? Думаю, нет. Думаю, что я и все мы здесь, в Миннесоте должны признать, что подобная форма расизма существует». Расследованием убийств в Луизиане и Миннесоте займётся Министерство юстиции США. Однако многих представителей темнокожего населения это вряд ли успокоит.